Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и добро пожаловать в мир людей и богов! Игру под названием DayZim. И если вам понравится этот ролик, или, например, вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков, конечно. Итак, друзья, перед записью этого ролика я внимательно прошёлся по комментариям и увидел предложение закинуть шахту в воду и якобы тогда должна появиться нефть. Очень сомнительное предложение, но я всё-таки попробую. Просто мне говорили прям со стопроцентной уверенностью, что нефть добывается в болоте. Я не знаю, почему так люди писали, если это на самом деле не так. Странно. С водой, вероятно, будет то же самое. И я увидел ещё комментарии, которые говорят, что нефть добывается в пустыне. Просто нужно немного подождать, и высокоразвитые цивилизации начнут её добывать, строить такие своеобразные нефтяные вышки. Что ж, это похоже на правду, мы это проверим, но сперва я всё-таки, чтобы быть уверенным на 100% и не быть голословным, я закину шахту в воду и посмотрим, что из этого... Ну, из этого ничего не вышло. Конечно же, из этого ничего не вышло. А там опять начался пожар! Да что за дела? Хватит корова! Друзья, я думаю, что это какая-то адская корова, это посланница тёмных богов, а она-то и устраивает каждый раз пожары. Она даже сожгла женщину! Ну ладно, эта женщина в меня не верила, поэтому пускай валяется здесь, даже я выкину её. Пускай валяется где-то там, у неё белое одеяние, а значит, она не уверовала в богов. Так, этот город я тоже, пожалуй, сейчас немножечко переделаю под себя. Сволочи, верьте! Оп, там есть один еретик, надо бы как-то его исцелить. Исцелил? Нет? Он не исцеляется. Ладно, друг, иди сюда. Где-то как бы... Я же знаю, что ты здесь. Вот ты где. Ты не исцеляешься! Я хотел тебя исцелить, поэтому лети немного в воду. Ты, дружище, тоже. А ну-ка стоять, хотя ладно, я попробую. Вдруг всё-таки получится. Нет, это не еретик, это еретичка! Во! Исцелил! Ура! Город еретиков! Нифига себе! Я так долго к ним направлялся, что они все стали еретиками. Ладно, мы сейчас это дело быстро поправим. Как раз пока в пустыне люди изобретают способы добычи нефти. Так, окей, я взял, дождь нет. Ну, брат, последний шанс тебе даю. Ладно, я предлагал тебе возможность... Ах ты! Даже хвататься не хотел! Эй, ты чё? Тут лежишь-то, висишь, иди в пустоту! Так, ну вроде бы здесь со всеми делами мы закончили. Сейчас остаётся ждать появления грамотных учёных где-нибудь на просторах песков и появления новых народов в Японии. Я хочу, чтобы там появилась новая совершенно цивилизация. Но ещё я больше хочу, чтобы тут появились нефтяные вышки, которые будут качать нефть с утра до ночи. Так, пришельцы, да? Это значит, что пришельцы. Так... А ну-ка, марсиане! Выходите! Это не болезнь. Именно вот такой диск обозначает появление скорой пришельцев. В городе Бахлаб. Да, это действительно так. Даже не вздумай воровать моих подданных! Даже не вздумай так больше делать никогда! В следующий раз я разобью тебя. Так как я доброе божество, я всегда пришельцам говорю. Ребята, давайте попробуем договориться по-человечески. Ну, им, конечно, сложно это сделать, они же пришельцы. Но, тем не менее, шанс такой есть. Если они не слушаются, тогда я уже летающую тарелку разбиваю о голову еретика какого-нибудь. Ха-ра-шо! В общем, ждем, пока шахты появятся в пустыне. Просто, если я кину именно шахту сюда, появляется золото. Если я кину шахту в саванну, я сказал, кину шахту в саванну, появится тоже золото. То есть, что-то другое делать смысла нет. Ну, и золото, как оказалось, привлекает огромное количество переселенцев. И это действительно так. В пустыне появляются крупные города. Именно крупные. Сходу. Потому что в зеленом материке, в зеленой части нашего мира, города сперва были из одного, двух, трех домиков. Здесь же это настоящие мегаполисы по меркам игры. Да чтоб тебя. Че, я телепортируюсь-то назад вечно. Вот. Настоящий мегаполис. Ну, не чудо ли это? Им не хватает шкуры животных. Так, ну, можно же использовать шкуру змеи. Слоны. Им нужны слоны. Так, это змея, а слоны у нас появляются в саванне, да? Отлично. Ну, конечно, шкура слона, она супер толстая. И из нее можно, не знаю, бронежилеты делать или что-то такое. Но обычную одежду, наверное, не стоит. Вот. Я дал вам змею. Кстати, змеи тоже можно сделать себе сапоги или ботинки, или даже куртку сшить. В общем, я этому поселению дал абсолютно все, о чем только может человек мечтать в пустыне. Поэтому я даже пойду дальше, и дам им ученого. Да, он негативно влияет на веру, но почему бы нет? Возможно, он начнет строить нефтяные вышки, и тогда все его проступки будут прощены. А я возвращаюсь назад в старый мир, в котором пока ничего не происходит. Неа, вообще ничего. Нефти тут нет и быть не может, как я понял. Поэтому все внимание сейчас наше будет устремлено именно вот в этот новый прекрасный дивный мир, который населяют дивные прекрасные новые люди. Может быть, стоит делать участки вот такие зеленые с обычными деревьями для этих людей? Да, конечно, мир тогда будет выглядеть безобразно, здесь будут какие-то вкрапления, как будто бородавки, вон как то. Смотришь и прямо думаешь, ну какого черта там делает этот участок с углем? Ну ладно, раз я сказал, что этим людям даю все, пускай у них будет все. Вот этим ребятам не хватает, например, древесины. Но древесины много. Но могут ли люди использовать вот эту древесину так же эффективно, как и ту древесину? Ну, старую, добрую, дубовую, или не знаю, сосновую. Просто здесь только пальмы. Вулкана, друзья, в пустыне еще нет вулкана, и это маленькое недоразумение, я тоже поправлю. Вулкан я сделаю здесь, возле большого города. Для этого я использую пустоту. Да будет пустота, да сотрется грань мира. И зафигач туда вулкан. Пэмс. Что, я гору случайно сделал, а не вулкан. Ладно, ошибка вышла. Во! И гора позеленела, пипец. Но в вулкане добываются различные элементы. Это тоже стало фактом. Это, друзья, мы тоже с вами теперь знаем. Но окей, пускай они пока развиваются здесь. Мы попробуем бустануть японцев. Японцы в нашем мире бывало отставали по технологиям, а потом наоборот всех превзошли. Здесь, думаю, пока такая же ситуация. Они даже еще не родились, их нет в мире. Они... Кто будет рисовать аниме, я не знаю. Так, ээээ... Сакура. Этого мало. Мне нужна сакура в большом количестве. Прямо много-много-много сакуры. Памс, хорошо. Закидываем туда, закидываем туда. Здесь у нас будут озера. Также у нас здесь будет обычная трава. Такс и такс. Блин, жаль, что сюда нельзя закидывать траву. Это было бы суперудобно. Здесь мы сделаем небольшое озеро. Памс, красота, справить. И можно, наверное, Японию даже развивать в противоположном направлении. Да, почему бы и нет. Так, трава. Ресурсы и потом можно будет на самом деле докинуть. Пока главное дать им жизненное пространство, чтобы они могли здесь рождаться. Воды у них тоже дофигища. Вот вода, вот вода, там вода, здесь еще будет вода. То есть это земля мечты, можно сказать, не иначе. Во, красотища же невероятная. Так, леса. Ну, леса не нужны японцам, только сакура. Ну, это тоже леса, бамбуковые, сакуровые, все дела. Здесь реально должен зародиться новый вид. Косые мои руки, давай же, пэмс, хорошо. Здесь можно обычную траву закинуть. Сюда тоже. Ну, и, блин, я уже понадеялся, что человек поплывет в этом направлении и, наконец-таки, начнет что-то строить. Но пока нет, пока человеки не способны. У них даже коровы есть. Не говоря уже о большом количестве других ресурсов. Вулкан. По-моему, это будет большой вулкан. Это будет большой вулкан. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, ладно, пускай это будет такая своеобразная достопримечательность, друзья, в нашем очень странном и безумном мире. Здесь будет горный хребет, здесь будет переход горный. Да, мир должен быть разнообразным. Ну, и здесь можно сделать, ну, я не знаю, еще немного травы добавить. Пэм. Здесь будет озеро. Блин, почему? Я же переключил. Нет разве? Так, здесь будет озеро большое. Ну, а здесь должно быть тоже что-то. Готово. Ну, пока вот такой мир у нас, друзья, получился. По-моему, весьма неплохой. То есть, при желании можно тут затусить как следует вообще. Так, опять какие-то странные звуки. Пришельцы. Пришельцы, пришельцы, пришельцы. Может быть, они похищают как раз-таки ученых, тех людей, которые больше всего способствуют развитию цивилизации. Но здесь, по сути, даже и как бы и города нет еще. Там какие-то элементарные поселенцы, которые даже не верят. Что это, ученые? Нифига, а что он здесь делает? Алло, дядька? Ну, вроде верующий, да, у него одежда стала синяя, но что он тут тусуется, требует древесины, я не знаю. Этат рыбу перевозят. Вот они где! Меня обманули! Я же пред... Да иди сюда! Я не могу ее схватить, это подстава! Пипец, я предупреждал! Я очень жестко предупреждал. Так, дожди идут там, где должны идти. Ну, и нефтяных вышек пока не намечается. Так вот, что я хотел попробовать? Закинуть ресурсы в рощу Сакуры. Что из этого получится? Тоже, наверное, просто уголь или медь, да? Ничего другого не получается. Ну, возьму еще одного ученого и закину в город более пустынный. Может быть, нефть добывается именно в пустынном регионе, то есть, должна быть супер пустыня, а не такая пустыня, как там. Вроде как бы и пустыня, а в то же время и Африка. Так, ученые. О, появился и не умер. Это здорово. Ну, развитие меня пока устраивает. Действительно. Так, я вижу тебя. Он ходит и порабощает людей в свою веру. Чертов еретик. Такс. Ну, что у вас тут? Я не буду восстанавливать этот лес, потому что, ну его нафиг, его опять сожгут. Ну? Так, друг. Ладно. Стоять. Выжил. Отправляйся в новый мир исследовать. Если выживишь, можешь там даже жить. Но, по-моему, он перелетел немного дальше, чем хотелось бы ему. Такс, Эден, опять. Серьезно, Эден, я скоро вас просто изничтожу. Вот. Вы находитесь на грани гибели. Честно говорю, вы, вы слишком много себе позволяете, Эден. Все, вроде бы исправились. И все больше и больше у меня возникло... Как я... Ой, как я мог оказаться? Я даже при желании не могу так далеко телепортироваться. То есть, я даже если захочу, так не могу телепортироваться далеко. Меня все равно телепортирует. Странно. Так, окей. Возникает желание организовать маленькую, небольшую пустыню где-нибудь тут. Просто, чтобы жители Эдена, которым сейчас нефть нужна больше, чем всем остальным, смогли начать эту нефть добывать. Ну, например, вот этот суперразвитый город, он супербольшой, здесь куча людей. Они, хоть и имеют поблизости пустыню, но при этом они, в общем-то, не добывают нефть. Но им нужно железо. Так, ладно. Для железа вулкан, в принципе, есть. Давайте попробуем ему шахту дать. Например, вот здесь, где вырублен лес, это уголь, а здесь будет медь. Все, никакого другого материала дать я вам не могу. Так что, при желании, добывайте, и потом доберетесь до нефти, если, конечно, вам это нужно будет. Ну, а пока, как я опять телепор, почему? Такс, не, пустота, нужны коровы. Так, вот этот кусочек нужно, наверное, заделать, а то люди будут туда проваливаться, это не здорово. Блин, что, куда я делал? Во, ура! Специально сюда спавнить людей я, наверное, все-таки буду. Окей. Вот один человек есть, но он египтянином становится, он не хочет быть японцем. То есть, я могу наспавнить кучу... Оп! Оп-оп-оп-оп-оп! Они идут сюда, и, может быть, они начнут здесь жить? Сейчас мы, друзья, с вами это узнаем. Либо они просто пошли ловить рыбу куда-нибудь сюда, и ничего больше не изменится. Также было бы неплохо создать где-нибудь здесь какое-то подобие Килиманджаро. Вот это было бы прикольно, и, опять же, это дало бы доступ к ресурсам. Хотя у нас есть три вида гор, которые могут использовать вот эти люди. Вулкан, обычная гора, песчаная, и вообще, как бы, доступ, опять же, ко всему есть. Да они ни в чем, на самом деле, и не нуждаются. Вот эти ребятки нуждались раньше... Так че ж ты... Нуждались раньше в металле, но сейчас им тоже ничего не нужно. Что, опять пожар где-то? Офигеть. Офигеть. Все. Вроде пофиксили пожар. Отлично, нужна нефть. Хм, ну города ведь могут торговать между собой, но те не изучили технологию нефтедобычи. В этом вся проблема. Оп, а этим ребятам тоже нужно было железо, и больше они в нем не нуждаются. Хотя нет, нуждаются. Ну, гор, может быть, вам недостаточно. Давайте сделаем здесь где-нибудь горы. Большие, мощные горы. Я опять перестарался. Так, надо эту штуку отключать, а то весь мир будет состоять из гор. уголь, медь, горы для добычи других ресурсов, вулкан для добычи еще других ресурсов. Бери, не хочу, просто вытяни руку, дотронься до горы и получишь все, о чем душа может пожелать. А люди, которых я там поселил, они все-таки не закрепились на новой территории, и они, наверное, поймали рыбу и поплыли куда-нибудь сюда. Так, они обычно поступают. Так, болезнь, болезнь, вот это плохо. Вот это я не одобряю. Болезнь нам не нужна. Кто-то еще болеет? Все, вылечили всех, отлично. Итак, друзья, сейчас в нашем гоу-мире 179 людей. И при всем при этом еще огромное количество еретиков, которых я даже не замечаю. И если я вижу еретика, я сразу сворачиваю ему шею, но эти засранцы научились так ловко маскироваться, прятаться в домах, что теперь попробую еще и отыщить еретика. Ты вроде думаешь, нормальные ж люди, все нормальные ребята. А потом отворачиваешься, они такие ха-ха-ха, срывают свои синие одежды, а под ними уже красная мантия еретикская. Ну, а еще параллельно они строят обелиск, а значит город развивается. Нуждаются в шкурах. Ну, давайте еще парочку змей сюда подкинем. Пускай будут. Блин, опять пришельцы. Что-то их в последнее время стало чересчур много. Люди, давайте уже изучайте технологии ракет, истребителей, самолетов, чтобы вы сами могли бороться с пришельцами. Я даже, я хочу разбить ее. Пускай она упадет в лес, да, все отлично. Еще часто меня просят, оп, заметил, сбросить луну на землю. Ну, друзья, по-моему, это жестоко, вы жестокие. Зачем вы хотите смерти и гибели нашей планеты? Это не круто. Надо бы, мы, конечно, скинем эту луну. Где она еще? А где луна? А ничего, что луны нет? Я не понял. Погодите, я не понял. А где луна? У меня украли луну, друзья. Ее нет? Ее просто нет. Я не смогу ее снизвергнуть с небес, потому что ее нет. Промазал. А нет, нормально. Попал вроде. Друзья, луны нет. Либо сейчас неподходящее время суток, либо ее нет. Просто нет. Не существует. Так, вылечили. Сюды. Будьте добры. Подлечитесь. Отлично. Ну и все-таки баланс соблюдать с различными ресурсами у меня не получается. Здесь просто хоть обмазывайся чем угодно. Железо, но железо видите только в зимнем биоме. Ладно, я могу сейчас для Африки сделать просто что-то невероятное, друзья. Возможно, кто-то меня за это осудит, возможно, кто-то поддержит, но мы сделаем сейчас настоящую Килиманджаро. Но для начала я возьму ресурсы. Здесь у нас как раз-таки железо испавнится-то в зимнем регионе. Поэтому мы должны как-то бустануть вот эту прекрасную... Они развились, друзья. Нифига, они развились. Теперь им нужно железо, и я им это дам. Правда, придется пойти на небольшую... Как опять я тут оказался? На небольшую хитрость нам придется, наверное, кусок земли убрать. Сделаю это там, потому что это поселение развивается лучше, чем все остальные, поэтому ему-то я и помогу. Возьмем пустоту. Здесь немного подчистим территорию. Давай. Может быть, даже так. Далее мы берем лед. Так. Берем гору. У нас получается Климанджаро. Ну, такое оно, конечно, средненькое, но у склона может лежать снег вполне себе, почему бы и нет. А вот как раз таки на снегу у нас будут железные шахты. И вот эти ребята смогут получить доступ к железу. Также не мешало бы железо организовать вот этим ребятам. У них, смотрите, есть прямо кусок, подходящий для этого. И они постоянно нуждаются в железе, в заводах. Вот вам железо. Вы сможете теперь переплавлять огромные балки на этом заводе. Все, что остается, это протянуть руку и добыть себе железо. Когда народы разовьются до приемлемых уровней, мощностей, вот эти все нюансы я, наверное, поубираю, чтобы все-таки была логика в нашем мире, хотя с Калиманджаро получилось неплохо. Прекрасный же город. Ой, город, гора. Опа. А нифига, это новый народ, друзья. Это совершенно новый народ. Если там у нас тусуются египтяне, то здесь у нас тусуются реально прямо южноафриканцы. Может, Египет все-таки на севере, да, больше? Африки. А вот тут прямо настоящие чуваки. Опять же, новая цивилизация. Круто. Я не думал, что в пустыне может существовать одновременно два вида. Я думал, будут только египтяне. Хотя, может быть, это и не египтяне вовсе, а арабы. Я не знаю. Но мне кажется, все-таки это египтяне. Вот, им нужно железо, и они могут его добыть, если захотят. Ну, а вот эти ребятки мне прям-таки нравятся. Значит, туда-сюда мы уже сможем увидеть и новые народы в Японии. А эти чуваки, да еще и жестко-быстро развиваются. Им нужен камень. Придется им подкинуть обычных гор, чтобы были камни. Потому что некоторые из них бегут добывать камень очень далеко. Но в песчаной горе, мне кажется, камня не будет вот здесь. Прямо что-то мне подсказывает. Поэтому Колиманджаро у нас будет побольше размером. Оно прямо будет впечатляющим. А у подножья будет лежать железо. Так, берем горы. Где они? Так. Такой хребет горный. А, тут не хватает снега. Сейчас поправим. Лед раз. Во, отлично. Ну, а здесь даже можно вулкан устроить. Э, друг, я тебя задавил вулканом, ты уж не обижайся на меня. все это для тебя и замышлялось и делалось. Ну, это круто, друзья. Сейчас будущее исключительно за этим регионом. Те ребята без пустыни ничего не могут. Хотя многие из них бегают все-таки в пустыню с луками. Вместо того, чтобы добывать золото, они идут добывать животных, скорее всего. Охотятся на пустынного оленя. Откуда в пустыне олень? Алло. Он убегал от них, от охотников. И вот они настигли его. Блин, как же жалко его. А не отдам. А не отдам. Это мое. Ага. Иди сюда. Оп. Ха-ха-ха-ха. Так, фаз взять. Опа. Ха-ха-ха-ха-ха. Да, из меня вышел бы отличный бог на самом деле. А что такое? А где же ваш олень? Смотрите, я олень, я ускакал от вас. Тирик-тирик-тирик-тирик-тирик-тирик. Тирик-тирик-тирик-тирик. Оп. В другую сторону. Ладно, кушайте. Мне для вас не жалко. Вы ж мои любимые создание они будут поминать меня плохим словом но руки они мои не видят будут думать что какая-то мистика страшное происходит и это прямо досадно и посмотрите как выглядит структура этого города вокруг главного монумента находится не 23 здания тут целых блин раз два три 7 зданий не считая вот этих вот соседних это спальный район это у нас центральная часть города это очень круто африканцы тоже разбиваются довольно быстро но им не хватает шкурок давайте мы им это предоставим вот вам змеи даже слон появился выходе говорите нету змеи вон слон еще змея по летят опять там еретики ну и они заслужили наказание от пришельцев здесь целое войско еретиков я должен вылечить их срочно иначе это еретическая война опять начнется все стоям подлечил они вернулись домой к своим родственникам семье детям не нужно умирать на бессмысленной войне идите домой и жарьте пельмени так спряталась опять она подлечилась отлично прямо у меня перед глазами еще бы она не подлечилась надеюсь она уже знает чем заканчивается не подлечение еретик остался всего лишь один новое государство друзья наконец-таки она появилась это япония добро пожаловать красотища добро пожаловать великую восточную империю которая кстати у нас находится не совсем на востоке она у нас на западе да если как бы если это север здесь у нас юг то там у нас запад но если смотреть так то как бы вроде восток но в то же время у нас почему-то север не в том месте хотя на юге на крайнем юге тоже может быть холодно так что может быть север будет еще и там хотя там солнце ближе значит наверное все таки логичнее ладно я не буду забивать себе голову я посмотрю на азиатов друзья они появились это очень круто скоро в нашем мире появится наруто это классно такс я я лечу только меня в этот в этой серии поставить что это такое почему телепортируюсь то вечно уже жопа горит от этого почему бога кто-то телепортирует если я еще раз телепортируюсь я этого просто не вынесу я не выдержу этого я не переживу пипец можете в управлении где-то накосячил я не знаю так но а нефтяных вышек до сих пор даже и близко не видно хотя почему может опять неправильно с пустыней а кто-то должен был я уже не знаю я запутался друзья вот реально мне уже столько всего про эту нефть говорили и все было неправильно пипец так обидно но я попробую даже еще раз закинуть воду шахту и возможно это что-то даст на самом деле ничего это не дает ну ладно друзья на этом мы с вами пожалуй пока остановимся уже звонит будильник чтобы серия не вышла супер длинной большое спасибо за внимание за просмотр до новых встреч удачи пока у нас есть япония и африка круто пока друзья